Десять плановых отключений электроэнергии за неделю, доложил заместитель главы Анапы Владимир Забураев. По-прежнему жители узнают об отключении света в последний момент. Оповещать людей могут общественники, если бы энергетики заблаговременно давали информацию. У санатория «Россиянка» в воскресенье вели земляные работы. Да так, что из строя производители работ вывели четыре линии высокого напряжения. Техника перебила кабели. Восстановительные работы продолжаются и не за счет виновника ЧП. А как вы думаете, отсутствие четырехчасовой электроэнергии у пяти тысяч потребителей нанесло им какой-то ущерб? Я думаю, что должно быть исковое заявление. То есть расчет нас привлечь, либо я прокурора попрошу выступить в защиту неопределенного круга лиц, вот, и взыскать этот ущерб. Почему энергетики не выходят с претензией к заказчику монтажных работ, руководителю «Россиянки» непонятно. Вот сидит начальник отдела полиции. Была информация у вас? Нет. Нет. То есть идет подготовка к укрытию, понимаете, принесенного материального ущерба. А как же ущерб, который причинен людям, а? У кого-то холодильники погорели, у кого-то потекло все в холодильниках. Это выходной день, воскресенье и так далее. Почему нет отношения в полицию? Нетрудно представить последствия воскресной аварии, если бы не удалось оперативно запитать канализационные насосные станции от резервных источников питания. Кроме того, были практически опустошены резервуары чистой воды. Умыть руки виновнику аварии не получится. Поручение службам подготовить претензионные материалы в полицию и прокуратуру. А руководителю водоканала приобрести дополнительные дизель-генераторы. Проревизируйте везде. Все, что есть, где есть узкие места, проревизируйте. Потому что электроснабжение – это первое, что потом приведет к ЧП.